Виктору Макову хоть и 9 лет, но он точно знает, правила дорожного движения нарушать нельзя. Особенно перебегать дорогу в неположенном месте. Она ошибок не прощает, двоек не ставит. В лучшем случае угодишь на больничную койку. Меня научили учителя и мама с папой, ну и все остальные родные. Ну что нужно походить по светофору и по зебрам. В самарских школах сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. На этот раз повезло юным инспекторам шести учебных заведений. Во время акции «Засветись» им читали не скучные лекции, а показали мини-спектакль. Кот Леопольд учил неугомонных мышей, как вести себя на дороге. Чтобы меньше было ДТП, меньше страдали, попадали под машины. После спектакля юные инспекторы получили в подарок коробки с фликерами. Световозвращающие элементы нужно крепить к одежде, сумке, велосипедам и коляскам. Сегодня мы планируем раздать до тысячи. В ближайшее время по Самарской области будет распространено порядка 55 тысяч таких фликеров. По предварительным акциям, проводимым с 2013 года и по разным регионам России, это дает очень хороший эффект. И, конечно, в той борьбе, которую ведет ГИБДД за безопасность на дорогах, это будет сильное подспорье. Фликеры, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижают детский травматизм на дороге в 6,5 раз. Это в городе. Они действительно действуют. Водитель за 50 метров увидит пешехода, который, так скажем, обозначен световозвращающим элементом. Если у нас ребенок идет в темной одежде, либо без световозвращающих элементов, то это намного ухудшает, так скажем, видимость. Особенно в темное время суток водитель его может вовремя не заметить и не предпринять меры безопасности. Сельским жителям инспекторы ГИБДД рекомендуют более эффективное средство безопасности. Жилеты со световозвращающими полосками. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.